МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восьмидесятые годы. Западные СМИ облетают скандальную новость. СССР отказался от проведения паралимпийских игр, заявив, что в стране инвалидов нет. Знаменитых международных соревнований в Советском Союзе тогда действительно не проводилось. Но все было не так плохо и однозначно. Вот, например, советские спортсмены на Сурдлимпийских играх в США. А это московский марафон с участием активных энтузиастов на инвалидных колясках. Тогда дорогу в неизвестность протаптывали самые смелые и отчаянные. Сегодня спорт для людей с инвалидностью представляет собой мощный, отслаженный механизм, состоящий из целого ряда профильных организаций. Одна из них – Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским, неолимпийским видам спорта. Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским, неолимпийским видам спорта, образован 15 лет назад. У нас 164 вида спорта, приблизительно пополам. Половина – это адаптивные виды спорта, сурд и пара олимпийские. И неолимпийские виды – это тоже половина где-то. Система создана таким образом, что найти себя в том или ином виде спорта может абсолютно каждый. Главное – вера в свои силы. Кёрлинг на колясках. Паралимпийский вид спорта. Интеллектуальная и очень азартная игра. Виталий Данилов – заслуженный мастер спорта, чемпион мира по кёрлингу на колясках. Я пришёл на первую тренировку и понял, что это моё, что здесь куда расти, что здесь я смогу найти себе применение. Вообще очень интересный вид спорта. Он один из самых сильных игроков, который принимает все решения по ходу игры, по тактике, по исполнению бросков. Виталий обладает аналитическим складом ума, непроницаемой стрессоустойчивостью и железным самообладанием. Так же и в жизни. Кажется, что с намеченного пути его не может сбить ничего. Даже из ряда вон выходящее событие. Я больше 14 лет играл в волейбол. Мы выступали на уровне Московской области, района, завоевывали призовые места. И вот так со спортом по жизни я и шёл. В 2006 году в результате аварии Виталий пережил перелом позвоночника. О спортивной деятельности и активной жизни, казалось бы, можно было забыть. Но Виталий выбрал другую тактику. Я изначально воспринял травму как вызов. Я начал себя искать, начал себя искать, начал экспериментировать, где себя применить, чтобы не быть обузой, чтобы, так сказать, быть достойным членом общества, чтобы делать любимое дело. Виталий пробовал себя в разных дисциплинах. Но тем самым любимым делом впоследствии и профессией стал кёрдинг на колясках. Бывает в жизни путеводная звезда. Я просто тренировался, делал своё дело, а всё остальное уже жизнь предлагала варианты, а я был к этим вариантам готов. Жизненная позиция Виталия – неизменно позитивный настрой и бесконечная любовь к жизни. Этот человек не хочет терять зря ни минуты. Он постоянно в движении и бросает себе новые вызовы. Я увлекаюсь бегом на коляске. Вот недавно поставил личный рекорд по времени. Принял участие в первых соревнованиях по кибоатлетике у нас в России и благополучно занял первое место в очень суровой конкуренции, чем был очень-очень доволен. Я увлекаюсь ещё прыжками с парашютом. На данный момент у меня 14 прыжков. Однако дело жизни Виталия по своей специфике весьма серьёзно отличается от его увлечений. На льду Виталий максимально собран и сосредоточен. Умение переключаться в зависимости от задачи – ещё одна его сильная сторона. Бывает так, что в решающий момент как раз вот это вот вдруг руки почему-то не слушаются, неправильно что-то выбрал, а выбрал, не исполнил. И всё, и не туда камень пошёл. Раз, два, и вся команда посыпалась. А Виталий очень талантливый, способный как спортсмен. Он психологически устойчив, для кёрлинга это очень важно. Дмитрий Котарев – руководитель Центра спортивной подготовки. Знает лично всех спортсменов и переживает за каждого. О том, как преодолеть собственные возможности и каким трудом достаётся победа, Дмитрий Иванович знает не понаслышке. Я сам спортсмен, я мастер спорта, всё-таки играл неплохо в настольный теннис. Я, кстати, был главным тренером сборной Советского Союза по настольному теннису почти семь лет. Заслуженный тренер, мастер спорта Советского Союза по настольному теннису. Дмитрий Котарев посвятил спорту всю свою жизнь. Предложение возглавить Центр спортивной подготовки он воспринял как новую и очень важную миссию. Такая гордость возникает, знаете, вот гордость за то, что ты принимаешь участие в том, что создаёшь условия для этих людей. И в то же время гордость за то, что ты показываешь здорово, что может делать человек, который так называемыми ограниченными возможностями. Я сказал, что с безграничными. Я вот эмоциональный человек, у меня начинает такое вот ощущение быть, что я волнуюсь больше, чем как будто я вот выступаю. Виктория Львова. Чемпионка Европы по теннису на колясках. Чемпионка мира среди юниоров. Многократная чемпионка России. Участница паралимпийских игр. Сейчас она по рейтингу достаточно высоко стоит и в мире. И, в общем, талантливая такая девочка. И перспективная. То есть у неё ещё всё впереди. Она ей немного лет. Поэтому мы на неё надеемся. Профессионально заниматься теннисом на колясках Виктория начала с 10 лет. Спорт для неё стал естественным продолжением реабилитации и необходимым условием для полной жизни. У меня врождённая спинномозговая грыжа. Получается заболевание прямо с рождения. Врождённая, ну и это, соответственно, сразу инвалидность. Тренировочный процесс для Виктории – неотъемлемая часть жизни. А теннис на колясках больше, чем просто спорт. Спорт – это дисциплина, это также и конкуренция, потому что нет конкуренции, нет стремления работать. Соответственно, сразу у тебя появляется желание работать. Тем самым ты зарабатываешь себе характер, вырабатываешь, что нужно стремиться, нужно расти. Что без работы ты ничего не добьёшься. Спортивные достижения. Это тот самый импульс, который помогает Виктории чувствовать себя уверенно и смело идти по жизни. В прошлом году девушка поступила в магистратуру на факультет адаптивной физической культуры. Когда ты уже с детства с детьми, которые имеют разные заболевания, ты уже привыкаешь к этому. Потому что ты сам, во-первых, с ограниченными возможностями здоровья. И рядом есть тоже дети, есть взрослые. Ты к этому уже относишься более спокойно. У Виктории сохранилась возможность немного ходить. Поэтому девушка регулярно прилагает немало сил, чтобы поддерживать организм в естественном, вертикальном положении. Как профессиональный спортсмен Виктория привыкла к постоянному преодолению. И каждый день стремится становиться лучше самой себя и верить. Нужно не отчаиваться, жить, радоваться жизни, стремиться к чему-то добиваться своих поставленных целей. Спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья постоянно развивается. Появляются новые направления, технологии, ресурсы, возможности. Время неминуемо вносит свои коррективы в окружающую действительность. Сегодня именно адаптивный спорт оказался на переднем крае. Я вижу и по ребятам, которые к нам попали из военного госпиталя. Вот на их примере я могу сказать, что тут и вопросов быть не может. Однозначно. Может быть, это самое сильное средство, которое может быть. Это спорт, это жизнь. Николай Подлужный. С детства занимался хоккеем. Очень любит эту динамичную игру. В феврале 2023 года, во время прохождения военной службы, Николай получил ранение. Я успел только на корточке сесть, и все, и слышу, короче, хлопок, меня откидывает вперед. Ну, такой хлопок сильный. Начал вставать и оступился. Не понял сначала, что произошло. И потом смотрю на ногу, а полстопы нет. А дальше госпиталь. Операция. Осознание новой реальности. Когда отрезали полстопы, которая оставалась, я говорю, мне в хоккей, ребята, играть. Я говорю, мне нужен хоккей. Первое время после ампутации активная жизнь и тем более возвращение в спорт казались фантастикой. Но... Эта команда по слэдж-хоккею одна из первых в России. Недавно Николай стал одним из ее полевых игроков. С этой командой вообще я, мне кажется, расцвел, потому что здесь прям мужики постоянно как бы и встретили тепло, и все показали там, все, колен, давай, вот здесь вот надо так, вот здесь вот нужно вот здесь так попробовать. Вот. И все как бы общаются. Я прям, ну, снова чувствуешь себя живым как бы человеком. Нужны очень сильные люди и духом, и физически крепкие. У него очень сильные руки, у него сильное тело. Морально он тоже достаточно силен. Кататься он еще не так катается, как надо на санях, но он абсолютно вписался. Спорт для людей с инвалидностью сегодня мощный, отлаженный механизм. С человеческим сердцем. Снова и снова выходить на старт. Сражаться изо всех сил и открывать в себе новые возможности. Все ради того, чтобы побеждать и чувствовать себя по-настоящему живым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...